Дома серые, дома оранжевые, вновь серые и вновь оранжевые. Висагинос – город типовой советской застройки, когда у всех все было одинаковым и внутри, и снаружи. Очень хочется, чтобы куда-то в городе можно было свернуть за какую-то синюю решетку, войти и попасть в какое-то сказочное место. Почувствовать себя не дома, выйти из своей типичной стандартной зоны и, может быть, просто подышать здесь, посидеть, помолчать, поиграть на варгане или встретиться с друзьями, спокойно пошептаться. Мы создали уютную атмосферу для творчества в таком виде, как квартира. Если в дальнейшем это позволит нам, например, финансы или какие-то уже идеи или свои инструменты, что-то создавать более лучшее, то, конечно, это все будет меняться. Двое парней – литовец Рейнис и русский Алексей – открыли в Висагиносе точку, зону, запретную для алкоголя и наркотиков, зону, свободную для искусства и самовыражения. Чтобы сюда попасть, мы должны увидеть человека заинтересованность. Работа, чем-то заниматься, пусть это будет фотография, видео, фотомонтаж, создание каких-то еще моделей, работы, не знаю, с биткоинами и так далее. Если мы видим человека заинтересованного, достаточно взрослый, ответственный, мы можем сделать ему копию ключей, он сюда будет иметь доступ. Арт-резиденция «Точка» на пяти этажах, открытая для местной молодежи и для многочисленных гостей из-за рубежа. На доске за спиной Алексея – приветствия на разных языках. Слушай, там тоже имена, фамилии, что-нибудь? Мы бы очень хотели, чтобы, ну, по крайней мере, я бы хотела, чтобы в Водолговпусе тоже было похожее пространство, как здесь, в Сагиносе. Тут есть еще один ходит, программист, он тут у нас работает, и сами из Латвии. И тут приезжают очень много, тоже русские бывают, из Украины, англичане. И, в принципе, все очень хорошо, комфортно. Конечно, там бывает некомфортно тем, у кого барьер языка. Кто-то, может, приходят литовцы, которые немножко плохо по-русски общаются. Или кто-то приходит, и англичане тут общаются, и тоже себя некомфортно чувствуют. Ну, тут уже все, тут создан для того, чтобы пытаться этот свой барьер. Свободу не нужно ограничивать, она сама тебя ограничит, говорит Алексей. Молодежь все время замкнутая, им все запрещено. Школа, потом кружки, потом дом. Делай то, делай то, делай то, все по списку. Не отдыхай, не сиди, то есть ты всегда должен быть занят. Здесь мы, наоборот, второй этаж, позволяем им просто не быть занятыми. И это делают хорошие результаты, иногда через месяц, иногда через несколько недель, иногда через полгода. Стоит молодой человек, уже там месяц проварившийся больше в этой атмосфере, и говорит, так, давайте мне что делать, я устал. Я устал ничего не делать, рассказывать, что делать. Есть люди, которые заходят, они увидят, они посидят, понимают, что они пока что не готовы к этому пространству. Они уходят, но они могут вернуться. И так люди возвращаются там, понемножку ему вливаются в коллектив. Здесь нет выходных дней. Сюда при желании можно прийти даже ночью. Все постоянно находится в движении. Новые люди, новые друзья, новое открытое пространство. Точка на карте Висагиноса. Это пространство все время в движении. Она меняется. И может уже там, не знаю, если вы через год приедете, может тут уже не будет выглядеть как квартирник, а может что-то уже более офисное. И если может там через два года приедете, там может уже того не будет. Там может уже будет как выставочная галерия тут все это выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok